Всем ассалам алейкум! Всем ассалам алейкум! Сегодня мы хотим записать для вас видео, как и обещали, вторую часть, но у нас сегодня будет вторая часть, это про никах. И расскажем подробно, как у нас произошло все, потому что многим было интересно, поэтому хотим записать вам. А сейчас я прошу не переключаться, потому что у меня для вас есть находка. Вы, многие, наверное, знаете Green Card и знаете, что они ежегодно проводят лотереи, с помощью которой вы сможете выиграть Green Card, которая дает возможность на проживание и трудоустройство в США. Так вот, сейчас есть больше возможности получить шанс выиграть в этой лотерее. Я хочу с вами поделиться классным лайфхаком, это Telegram Bot, Green Card Bot, с помощью которого вы за 10 минут сможете заполнить анкету и принять участие в этой лотерее. Вам просто нужно написать свои данные, отправить фотографию. Кстати, это обычно большая проблема, но бот из селфи делает фотографию по требованию анкеты. И, в принципе, ваша анкета готова к участию в данной лотерее. Также удобной функцией является то, что с помощью бота вы сможете отслеживать статус вашей анкеты. И на протяжении всего периода вас будут оповещать о движениях вашей заявки. Можно подать заявку на Green Card через бот. Во-первых, это безопасно и надежно. Во-вторых, вам не нужно тратить время, чтобы сходить в фотостудию и сделать фотографию. Также бот все делает без ошибок. И есть гарантия, что вашу заявку 100% рассмотрят. А самое главное, это адаптировано под страны СНГ. В общем, сейчас покажу вам наглядный пример того, как нужно регистрироваться в этом боте. В общем, выбираете страну, дальше выбираете свое образование, семейное положение. Все-все заполняете, то, что вам в вас требуется. И выбираете фото свое, прикрепляете. И в конце нажимаете подтвердить. В общем, ничего сложного здесь нет. Поэтому подавайте заявку на участие в Green Card. Способа легче и быстрее вы нигде не найдете. Ссылочку на боты я оставлю в описании под этим видео. Прежде чем начать, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, кто не подписан. Поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Ну и пару комментариев напишите. Ну а мы начнем. Давай, расскажем. Давай, расскажем. Была такая система видения. Ну, первый день было так, что я купил, с ней поехал. Первый день купили платье. Да? Ну, подготовка к Никаку. Помнишь? Да. Такой розовый. Ну, не суть, не важно. Какой цель. Он такой. Поехали, платье купили. Я платок купила еще. Платок купила, да. И все. Приехали домой. Нет, мы домой пришли, а вы пошли в магазин. Ну, магазин поехали, все купили, купили там всякие фрукты. Для плова там. Короче, ну, играть в свадьбу. То есть, все купили. Все купили. Делать плов. Настер Хан полностью. Вот там у меня еще один друг есть. Как раз у него жена там жил. Вот она подготовила нам. Спасибо ей. Я еще не умела так. Плод готовила. Ну, салаты все. Короче, накрыла вся. Дастер Хан она сама накрыла. То есть, все четко открыла. Подготовила. Потом долго искали мулы. Потому что искали, нету. Никак не нашлось. Потом откуда-то мы ее нашли. Но далека. Далека вы, да? Да, сдалека сказал. От такси приехал. Да, такси вызвал я. К ним прям оттуда приехал. Такси привез. И точно так же ответ. Потому что они издалека приехали. В городе не было. Ну, приехали. Посидели, покушали. Поболтали. Они сначала болтали. Мы сначала с женой. Ну, то есть, с девушкой. С маленьким другом. С женой друга. Да, мы были на кухне. Ну, там еще ребенок у них был. Вот. А они сидели еще болтали. Я, ну... А он мне сказал, я тебя позову. Ну, а я... У меня вот так трясет. Я боюсь. Я не знаю, я боюсь, что я, ну, как-то не так себя поведу. Или еще что-то. Вот. Потом... Вы меня позвали, да? Да. Ну, все вот... Мне нужно было там... Прежде сначала я ислам приняла, да? Да. А потом уже... Нас уже расписали. Вот. В принципе, не расписали никак. Ну, по исламу расписали, да? Ну, никак читали. Да. Сначала я понимаю ислам. Потом вот это читали. Никак. Еще, ну, я не знаю. Я помню, что... Спрашивали... Что-то у него спрашивали. Ты готов содержать ее полностью все на плечи себе, да? Ну, вы... Они мне переводили, в общем. Сейчас дословно прям не могу сказать, а так вот. Но это естественно. Когда никак читает, мужчина должен принимать. Ну, точно так же, когда христианин читает, это вы хотите жить долго, счастливо жить, в беде, в радости, быть с ней, не оставлять, любить, да, веки вечности. Ну, такие же слова, только по нашему. Вот. Ну, чуть-чуть отличается. Ну, в общем, вот так прочитали мы. Потом, точнее, там, ну, 10 минут, наверное, да, я с вами побыла и ушла потом на кухню там сидела, потому что у той девушки, которая она, у нее ребенок, она, в общем, они там кушали, разговаривали, сидели. По-мужски мы сидели, все. Да, мы ушли. То есть, все. А у меня, я не знаю, у меня такой этот, не знаю, по душе, что ли, ну, что-то там этот, вообще, его жена законная. Ну, она еще озаконила тогда, и еще это по исламу было, мы сделали брак. У нас сначала, заметьте, был Никах. Да. А уже потом, допустим, вот у нас, например, в марте был Никах, а ЗАГС мы сделали в июне. Да, там 5-6 месяцев. У нас первый был Никах, а свадьбы потом, ой, ЗАГС потом сделали. 5-6 месяцев спустя. хотя мы старались, после полтора месяца, где-то вот так вот старались, не получалось. Ну, эту сюжет, мы сказали, рассказали, отдельным видео. самое главное, это Никах, для мусульман, это Никах, а уже роспись, это, как бы, не самое главное. А так вот у нас, ну, они, в общем, сидели там, болтали, мы сидели там тоже, с девушкой, вот, потом, Мула, уехал, они его проводили, он уехал, ну, все, в принципе. Да, вроде, такого много человека не было, ну, сами, сами, друзья, все свои, и вот, он, все. Да, много человека не было. Вот сейчас вот считают, что, моя мама приехала, сказала, что, невесточка, поедешь туда, сделаем свадьбу, играть. да, мы что-то разговаривали, она, ну, такая, говорит, я вот хочу увидеть его в свадебных костюме, тебя бы тоже хотел, ну, как бы, вот так вот мы разговаривали, сидели, и муж тоже говорил, что, если поедет туда, сделаем, не смотри так на меня. Ну, вот поэтому мне надо будет ехать за правой. Одному, да? Думаю, оставить ее уехать. Он, в общем, хочет, ему сейчас, ну, нужно туда за правами ехать, ну, не сейчас, не в ближайшее время вообще. Ну, в ближайшее время зимой, А он мне говорит, ну, вот ты дома побудешь, а я съездю, а тут сейчас, а зачем ты поедешь, придется свадьбу делать там, зачем лишние расходы? Ну, придется, потому что, надо ехать, ну, нам надо по делам еще, там же не более еще плюс рост, по делам надо еще ехать, и плюс, права как раз получать, поэтому надо обязательно ехать. Ну, много не будет в течение недели где-то, максимум недели, получишь, как там, как получится. Ну, отсюда, если отправишь, оттуда в течение недели, ну, это неделя, считай, что с дорогой туда-сюда. Может, пораньше рабочие дни сказали, типа ты хочешь один ехать? Ну, нет, с семьей. Вот. Все слышали? Что, по-моему, потом слова обратно не делал? Ну, подумаем, еще время покажет. Ну, и все, в принципе, вот так Никах прошел, про ЗАГС мы вам рассказали, про Никах тоже рассказали. У нас такого не было, там, шикарного, шикарного нет. Мы же вам рассказали, у нас денег вообще не было. Мы жили, вот, мы когда вышли на квартиру, вот, мы продукты купили, за квартиру заплатили, и все, денег вообще не было. потом уже как-то. У меня вовсе после брака тысяч, я же вам в прошлом видео сказал, что тысячи рублей оставалось, то есть тысячи рублей и все. Да, он, кстати, зарплату получил в этот, не в этот день, а, ну, в ближайшие дни, и мне все, говорит, никак будем делать, все, все, я пошел, мы пошли платье купить, полоток купили, он все на этот продукты потратил деньги, и вот, с тех пор у него оставалось. Самые последние деньги, это было тысячи рублей, я еще работал, но денег не брал, и все, мы взяли, там, не знаю, там, еще, ну, 8 дней где-то работал, вот так вот, с другом работали, вот, 40 тысяч взяли, неделю, наверное, неделю ты проработал, да, 40 тысяч взяли, и все, мы уехали, мы и сами сняли квартиру, да, сами сняли, и начали по-своему жить, первая наша квартира была, где мы жили, то есть, вдвоем семейные, началось, вот, потихонечку, мы сняли сначала студию, очень красивая студия была, а потом однушку сняли, потом уже тесно стало, двушку сняли, и сейчас на свою квартиру, и теперь уже мы живем на своем квартире, мы не снимаем, уже мы сами купили, пускай в тесноте, но зато своя, ну, ну, большая, не маленькая, двушка тоже, не маленькая, для нас, нет, я имею в виду мы, как получилось, сначала студия, потом однушка была, потом двушка, сейчас свою не трешку взяли, а двушку, ну, пускай, зато своя, зато своя, да, вот, в общем, вот так у нас прошло, и я не такая, вот, я, чтобы не такая девушка, вот, мне шикарно надо, свадьба, ты что, нет, я вот, я обычная, какая-то, шикарная свадьба не было, ну, ладно, спасибо, зато шикарная квартира есть, а что еще захотеть, а потом будет свадьба, люди стареют, ну, да, кстати, некоторые живают, играют в свадьбу, потом дети на свадьбу, нам главное, первую очередь надо было, ну, сделали, а тут свадьбу поиграем, не знаю, в Таджикистане будем играть, потому что друзей надо пловик кормить, как мы сами ели, я, ну, наверное, два-три друга был в свадьбе, но все равно, я доел друзей, братьев, то же самое, надо свадьбу играть, и отплать народу, заслуженную, ну, все, ладно, мы закончили, если понравился, поставьте лайк, и подписывайтесь, да, и напишите, пожалуйста, в комментариях, у вас была свадьба, или нет, играли вы шикарную свадьбу, или нет, у кого такое было, интересно, у кого такое было, или у кого было так же, как у нас, напишите в комментариях, всем хорошего вечера, пока, пока,